Три золота за час и четвёртое место в медальном зачёте. Пять наград принёс нашей команде третий день Олимпиады. Теперь в активе сборной четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Двенадцать медалей для России. Третий день летних игр принёс нашей стране ещё пять наград. Столько, сколько и накануне, только золота на этот раз больше. Таким образом, сборная России поднялась на четвёртое место в медальном зачёте. Подведём итоги олимпийских баталий понедельника вместе со спортивным обозревателем «Бизнес-ФМ». Олимпиада с Иваном Швецом. Предлагаю поговорить обо всех наших золотых наградах. Тем более, что мы разгонялись и запрягали долго, а поехали быстро. Под занавес третьего состязательного дня сразу три золота. В начале, в финал олимпийских состязаний саблисток вышли сразу две россиянки, две тёзки. Знаменосится сборная на церемонии открытия Софья Великая и дочь главы ОКР Станислава Познякова София. Великой 36 лет, Софии Позняковой 24. Она, правда, двукратная чемпионка мира, но Великая. Великая приехала на свою четвёртую Олимпиаду, третий раз подряд вышла в финал. Два предыдущих закончились серебром. Хватка была абсолютно равной. Лишь в самом конце более молодая, а Великая периодически хваталась за колено. Возможно, травма давала о себе знать. И, наверное, более раскованная, а может быть, просто более везучая. Ну, какая нам разница? Всё равно россиянка София Познякова побеждает 15-11 у Великой Серебро. И это великий, величайший успех российского фехтования. Затем гимнасты, которые выигрывали в командном зачёте перед пятым и шестым упражнениями, опережая Китай на три балла, но, к сожалению, на перекладине, мягко говоря, показали не самый лучший класс. Соперники вышли вперёд, и казалось, что мы даже будем третьими. Последний вид для нашего квартета. Никита Нагорный, Артур Далалаян, Давид Белявский, Денис Аблязин. Это вольные упражнения. И вот пришло время выступления самого главного, самого звёздного, Никиты Нагорного. Понятно, что только максимальные оценки дадут нам шанс зацепиться за серебро, а если они будут фантастическими, то и за золото. И они действительно стали фантастическими. Сборная России, команда. Впервые с 1996 года мужская сборная России побеждает в многоборье. Фантастика, третье золото. Но это ещё не всё. Максим Хромцов пробился в финал в Тхэквондо в весовой категории до 80 килограммов. Битва за золото с иорданцем Аль Шарабати получилась напряжённой, но с явным преимуществом россиянина. Он просто катком прошёлся по турнирной сетке, справился со всеми, в том числе и с иорданцем в финале. 29. Это первая история российского спорта золота в Тхэквондо. Фантастика. Первую медаль понедельника, бронзовую, принесли нашей стране прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Они заняли третье место в финале прыжковой программы с 10-метровой вышки. И причём так здорово выступали, что, казалось, даже серебро зацепят, догонят британцев. Британцы стали усложнять свои прыжки, рисковали. И в итоге так перестарались, что даже обошли китайцев и стали золотыми чемпионами. Ну а наши ребята тоже поднялись на пьедестал. С 2012 года в прыжках в воду у нас не было медалей. Поэтому смотрите, слушайте, анализируйте, в каком количестве дисциплин Россия выступает намного лучше, чем в Рио. Дай бог не сглазить. Ну и немного об остальных соревнованиях сегодняшних, которые могут быть интересны нашим слушателям. Да, конечно. Баскетбол 3 на 3. Стритбол безумно зрелищный. Юрия Козик, Анастасия Лагунова и сёстры-близнецы Ольга и Евгения Фролкина справились с румынками 21-12, но затем проиграли француженкам 14-17. И вопрос прямого попадания в полуфинал пока не решён. Но в плей-офф они есть. А вот мужчинам за плей-офф надо сражаться. Они победили Японию 19-16. Шансы есть. Волейболисты победили Америку 3-1. Это был матч гигантов волейбола. И практически гарантировали себе выход в четвертьфинал. Блестящие выступают пляжники. Вступили в борьбу за награды чемпионы мира Красильников и Стояновский. Одолели мексиканцев в трёх сетах. А другой российский дуэт Лишуков-Семёнов одержал уже вторую победу. На сей раз над австралийцами досрочно вышел в плей-офф. Настя Павлюченкова в теннисе. В двух сетах одолела немку и вышла в третий раунд. Даниил Медведев не испытал никаких проблем. В матче с индийцем Нагалом тоже шагнул в третий круг турнира. Фавориты женского парного теннисного разряда Елена Веснина и Вероника Кудерметова справились с дуэтом из Голландии и прошли уже в одну четвертую. А российские ватерполистки сыграли в ничью с венгерками 10-10. Ну и в завершении в качестве вишенки на торте. Первой олимпийской чемпионкой в скейтбординге новой молодежной дисциплине стала 13-летняя японка. Мамид Зенесия выиграла золото Олимпиады в Токио в дисциплине стрит.